Гремит, гремит, а дождя нету. Слышите, как классно. Малой так уж едет на таком скейте, ногой отталкивается. Тут гром как загремит он. Блянь, сука! Лет шесть такой. Думаю, что ты матиришься? Опять кто там не звонит, один и тот же номер. Слышите. 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 Продолжение следует... Купила клубники домашние, а это купила штаны, лосины, ну эти, велосипедки, чтобы одевать там под юбку, под плац. Короче, прикольная клубника. Реально домашняя. Они тоже я купляла гендосную, привозную, химичную. Просто перекупщики купляют бабы и выдают, что это домашняя. Совести нету. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Невкусная клубника. Купила вроде была такая классная, целенькая, крупненькая. Постояла и сразу побыла. Такое чувство, что она не домашняя. Но, тем не менее, съелась. Куда ж деваться. Варю суп из филе сома. Это яйца варю тоже. Хорошо. Яйца можно выключить. А супчик пускай еще поварится. Ммм. 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 Супец-то вкусный. Рыба. Рыба. Вермишель. Яйцо. Приятного аппетита. Читаю только что новостную ленту. И там написано, какой-то там хрен, короче, что-то там делает, чтобы повышать пенсию. Ну, и зашла, аж читаю такая, думаю, и тут читаю, потому что инфляция, что-то доход страны, потом и россияне должны получить больше пенсии. Думаю, блин, а что мне Google пропонует такие новостные эти полосы? Причем тут Россия и я. Где я, где Россия? Знаете как? Кто он, кто я? Так и тут получается. Ну, короче, Google пофигу, что выдавать, главное выдавать. Я такая уже такая читая, читая, обрадовалась, думаю, о, давайте, повышайте. Не повышали, что же? Уже давно и люди бедные уже на те три копейки еле выдыхают. Но нет, это не в нашей стране. Ну, смысл, в принципе, не меняется. У нас то же самое. Те же яйца, только в профиль, можно сказать. Короче, такая жара. Не то, что жара, а просто жарень. Во-первых, убрали это дерево и все. Теперь триндец. Спека неимоверная. Конечно, кондиционер бы помог, но увы. Мне нету смысла его уже покупать. Если бы я планировала жить, может, я и купила какую-то сплит систему, которая зимой обогревала, а летом охлаждала. Но мне это неизвестно вообще, что тут. Ну, уже как-то потерплю, думаю, может, как-то спадет эта жара. Ну, хотя, навряд ли я сомневаюсь, что она спадет. Потому что печет неимоверно. А в Западной Украине там заливала. Не знаю, как сейчас, но заливала. Конечно, если бы я никуда не ехала, то я бы уже сейчас была на море давным-давно. Но так как я еду, то на море, конечно, уже не буду рваться раньше времени. Потому что это очень финансово затратно. Вообще, сколько есть денег, еще требуется и требуется. Сколько бы не было, все равно бы хотелось бы еще больше, еще больше, еще больше. Это я на польском языке перешла на уровень А1, закончила А2, А1, А2, а это уже Б1. Ну, и там был рассказ о себе, типа, о чем мечтаешь, о чем мажи, мечты, типа. И я говорю, хочу зарабатывать 500 евро в дженне. Учительница говорит, да, а шо? Может, оно таки будет, когда Ютуб раскрутится. Но это не знаю, сколько должно быть подписчиков. Это должно быть, наверное, миллионы. Ну, а чего не ж за мечтать. А еще думала, знаете, лежу такая, короче, на полу. Жара, Ташкент. Ну, особо-то никуда же не надо спешить там или что-то там переживать сильно. Только вот сама о себе. А думаю, а где-то в параллельной вселенной какая-то Марина, ну, какая-то моя часть, вышла замуж, нарожала детей десяток, короче, и бегает с ними и таскает их за хвост. Думаю, вот бы интересно, как в том фильме я смотрела когда-то фантастику. Увидеть себя в параллельной вселенной, в которой много детей, короче, ну, вообще интересно. Наверное, я думаю, что если у меня было много детей, я бы там хозяйством было, все такое. Я бы, короче, иногда подбухивала, хорошо так закидала. Такая была бы худая, потому что точно не толстая. Ну, после родов, конечно, не живот, мне покесарили, наверное, но все равно живот был порезанный. Такой, не спортивный это точно, но худая была. Ходила постоянно к уме, наверное, и жаловалась на все на свете. Такое представление. Съела вот у клубники целый килограмм. Потому что если я не съесть, в холодильник я поставить не могу. Потому что с холодильника она потом ледяная и мне сразу горло. А в жаре она стоит, она плывет просто. Она просто расплывает сразу. Не держит форму абсолютно. Ну, потому что она уже переспевшая. Ну, это больше похоже на домашнюю было, конечно. Но кто знает. Так что... Скорее бы уже куда-нибудь двигаться, ехать, лететь. Я люблю куда-то ехать, лететь, передвигаться. Буду лететь. Короче, у меня аж полет нормальный. Юмор. У меня полет Киев-Милан. А потом через 10 дней Милан-Варшава. А потом через 4 сутки Варшава-Киев. Когда буду лететь в Варшава-Киев, куплю себе бухла в самолете. Вот такой бутерброд огромный. С рыбой. Ну, я надеюсь, он там будет. В меню. Я когда с Египта, помню, летела, я купила себе баночку пива и такой бутерброд. Блин, мне так офигенно было. Я вообще... Люди, короче, там... Дети орут. Короче, мужики краснеют от переживаний. Ну, типа шо? Чтоб не разбиться там. А я выпила меня Лайла. Тем более, я буду на первом месте сидеть. Передо мной никто не будет мельтешить. Я не знаю, правда, как там столик этот. Ну, если я на первом месте, то как оно передо мной там. Ну, как-то уж уж будет. Я думаю, все там будет нормально. И сама себе там под окошком набухаюся. Потом прилечу. Ну, там прилет где-то утром в Киев. Конечно, жара будет. Ну, ничего. Я после морей буду уже привычна к жаре. Поэтому все будет хорошо. Вот так вот. Вот такие дела. Вот такие дела. Делаю шаг вперед. А ты отступаешь на два. Сегодня немножко заторможено видео. Ну, как-то... Не знаю, как-то они... Жара просто. Просто жара. Я хлеб покупала. Даю 10 гривен. И стою жду сдачи. Он стоит 10 гривен. Ну, там в киоске. Думаю, блин. Она говорит, а вы еще сдачи ждете? Я говорю, да. Говорю. Еще двадцатку, чтобы сдачи. Так классно наела супца. Такой вкусный суп выходит. Я вот это... Уже годы его трескаю. Суп с филе сома. У меня меню одно и то же. А я другого просто не хочу. Вот по совету людей взяла. Раз скумбрию. Сварила с нее суп. Фу, я его не могла есть просто. Во-первых, неправильно его сварила. Во-вторых, он не мое. Вот не мое и все. Мне только филе сома подходит. Не, ну можно еще купить мойвы. Пожарить. В принципе, пока желудок у меня успокоенный. Все, это чуть-чуть можно. Не так, чтобы много. А чуть-чуть оно неплохо. Смотрю на видео в любой одежде. А толстая, как хо-хо-хо. Как бочоночек. И вроде как что-то камера так снимает. Я все на камеру грешу. Пузельник выпирает. Такой здоровый. Думаю. Может, уже камера не доходит до лица. А она там как-то ниже чуть-чуть. За счет этого увеличивается объем. Ну, я не думаю, что он сильно увеличивается. Ну, как-то я в зеркале в магазине смотрела. Я там лучше, хорошее выглядела. Может, у них зеркала специальные, чтобы худее делать. Но там такого я не замечала, чтобы такой пузельник торчал. А тут, как не сниму видео. Я, типа, а вы что-то как не садитесь, но музыканты не годитесь. Так вот, как я не одеваю эту юбку, все равно я толстая. Ну, и фиг с ним. Значит, я толстая. Лосины померила. Красные так. Ой, не лосины, а велосипедки. Ничего, нормально. Налезли на мою жопу. XL же ж. Нормально. Красные, короче. Не знаю. Их можно подвернуть, чтобы они не торчали. Под любую одежду одеть. Там мне пишут, что можно накладки на бедра. Ну, так, конечно, она как-то клеится ей. Неудобно, допустим, пришел на пляж и снимаешь накладки с бедер. Уже проще эти велосипедки снять. В общем, как-то будет. Я уже хочу быстрей поехать. Хотя у меня сейчас по плану платеж за квартиру. У меня сейчас пока и денег нет. Тут потрынькала. Так это же я потрынькала на одежду с польских денег. Я не выдержала. Можно... Надо было бы удержаться, но я не выдержала. Я надеюсь, что я буду носить ту одежду. Потому что будет обидно, если я носить не буду. Поэтому... И как-то расходятся денежки. Как, блин, я не знаю. Тут тысяча была, тут уже ее... Фиг да нифига остается. Как тает. Купил еды, и вот ничего, холодильник, и опять нет. Купил еды, и опять нету. Купил еды, и опять нету. Вообще как-то странно. Поэтому хочется быстрее уехать в Польшу. Потому что там как-то... Мне кажется... Еда по той же цене, что у нас. Мне кажется, оно так и есть. И там поэтому проще. Если работаешь, то еда тебе обходится так, как тут. И тебе много еще остается. У нас, конечно, как-то не выходит. Ну ладно. Все. Все. Продолжение следует...